ЛЖИВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ Факуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. Хамоватые российские чиновники. Телефоны все убрали. Вылизывающие российских чиновников кремлевские пропагандисты. Сегодня в город прибыл глава МЧС Александр Куренков. Был совершен объезд затопленных улиц на гусеничном транспортере. И во время этого объезда была спасена женщина. И очень злые жители Орска, чьи дома затопило из-за наплевательского отношения чинуш к своей работе. Это главные действующие лица новой серии программы «Давайте проверим». В ней на примере отношения российской власти к челяди, то есть к людям, к народу, покажем, насколько обнаглели путинские ставленьки. Я Олег Борисов. Поехали. Во втором по величине городе Оренбургской области, Орске, 5 апреля прорвало дамбу. Вода стремительно распространилась по ближайшей территории. Подтопило уже свыше 10 тысяч домов. Известно о более 100 пострадавших. И с каждым днем числа растут. Инспектировать проведение эвакуации населения прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он же бывший охранник Путина, за что и получил свою должность. С Куренковым в Орск примчал и его пиар-отдел, работающий по канонам времен ЦК КПСС. Вот. Большой функционер спускается по трапу самолета. А тут с очень вдумчивым видом слушает пострадавшую старушку. А здесь рассказывает арчанам, что неправильно они, оказывается, эвакуируются. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения. Они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет. Вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Лучшая защита – это нападение. Подумал Куренков и решил обвинить горожан в провале эвакуации. Конечно же, никто ее не объявлял за 7 дней до прорыва дамбы. Это просто выдумка. Ни в одном официальном сообщении не было даже намека на вывоз людей. То же самое говорят и жители Орска. Все жители старого города, я думаю, в шоке от этой информации. То, что кто-то когда-то кого-то 6 дней назад предупредил. А базы сколько предупредили? За сутки. Как вы узнали об этом? Ну, ездил МЧС автомобиль и говорили срочной эвакуацией. То есть это уже в день прорыва дамбы? Да, да, это была ночь. А говорят, что за 6 дней жители предупреждали? Нет, что? За 6 дней, за неделю вас предупреждали? Никто не предупреждал. За 7 дней никаких сообщений о том, что может прорвать дамбу, не было ни в средствах массовой информации, ни с МС-сообщениями. Мы это все мониторим, у нас сотрудники работают. Но мы нигде, мы специально искали эту информацию, вдруг что-то будет, но этой информации не было нигде. Есть информация о том, что предупреждали жителей за 6 дней до... Что вы говорите? Это нас в тот же день предупреждали, пошла вода. Более того, местные власти как раз-таки уверяли народ, что повода переживать нет. Например, мэр Орска за пару часов до катастрофы в своем телеграм-канале выложил фотографии с дамбы и успокаивающую подпись. Вчера полностью обследовали дамбу. Появление воды вблизи тела дамбы является следствием дренирования гидротехнического сооружения, что предусмотрено проектом. Люди, которые поверили словам мэра, вовремя эвакуироваться не успели и сверху получили еще и нагоняй от главы МЧС. Никогда такого не было и вот опять. Виноваты холопы. Россияне, запомните, если власть вас успокаивает, значит все действительно очень плохо. Арчане, глядя на такое безобразие, вышли на улицы. Удивительно, но учнуш хватило мозгов не посылать ОМОН разносить митинг и бить дубинками женщин, чьи дома ушли под воду. Тем не менее, на встрече с инициативной группой, снизошедший губернатор Оренбургской области Денис Паслер начал грубить пострадавшим. Показывать, кто здесь власть. Тише, тише, тише. Точно. Так, телефон все убрали. Знаете, тут есть правила? Тише. А почему? Телефон все убрали. А как мы потом докажем, что нам такое... Здесь пресса есть. Вот у вас пусть пресса, он спресса. А пресса вырежет. Я сразу и не понял, это губернатор или охранник пятерочки какого-то супермаркета. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубаем. Правда, позже Паслер чуть сменил тон и принялся давить на жалость. Мол, несколько дней не спал, отпуск отменил в связи с ЧП. Вот бедолага. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами. Живусь. Даже одежду по мне очень ни разу не смог. Не поспать, не помыться, а одежду по мне. У меня нету, потому что я приехал, пострадал сюда, первый раз за пять лет взял отпуск, две недели, и не пошел. И приехал, нахожусь все эти дни вместе с вами. Не повезло, конечно, губернатору с подданными. Понимаете, ничего человеческого. Понабежали со своими проблемами. Отдыхать не дают. Еще и возмущаются. И воды, воды нет получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, противопровод. Извиняюсь, когда к Крыму присоединили, провод, противопровод воды, а до нас нет. Что, к Крыму нам надо отсоединиться? Речь-ка отсоединим сейчас. Всем помогаем, кроме себя. И резонансный вопрос задает молодой человек. Все-таки может. Начинает что-то доходить. Ну а по поводу воды у властей уже есть решение. В связи с новой информацией по уровню паводка, имеется риск затопления водозаборных сооружений. Поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственных бытовых нужд. Использовать все возможные емкости для того, чтобы этот запас был как можно больше. В среднем человек в месяц использует более 100 литров воды. То есть, одна семья должна будет запастись несколькими центнерами. Блестящий план. Но даже под постами с этим умным советом есть море хвалебных комментариев. Правда, от ботов. Кремлеботы во Вконтакте после наводнения в Оренбургской области начали защищать местных чиновников, а также хвалить МЧС и Путина. Это, конечно, все очень печально. Хорошо, что МЧС сразу развернули оперативный штаб, сразу вместо ЧП вылетел министр МЧС Куренков. Главное не допустить жертв. Ужас, конечно. Но хорошо, что МЧСники и администрация сейчас делают все, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Администрация не могла бы предотвратить паводок. Нет у них таких технологий. Хотите верьте, хотите нет, но паники в Оренбургской области поубавилось. Мост в поселке Паника Оренбургской области смыло потоком поводковых вод. А вот недовольство местных только растет, особенно после таких сюжетов на федеральных телеканалах. В чем здесь проблема? Плохо сыпали? Вот это для меня тоже загадка. Потому что в этом месте это только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прораз, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. Ведь большинство жителей региона знают, что никакие это не мыши, а крысы. То есть коррупционеры, укравшие миллионы на строительстве дамбы. Стоимость возведения, согласно проектной документации, составила более 930 миллионов рублей. Однако к расходованию этой суммы возникли претензии у Росфиннадзора. В ходе проверки выяснилось, что заказчик потратил около 50 миллионов рублей на работы, которые так и не были выполнены. Затем нарушения выявили уже при эксплуатации дамбы. Есть люди, которые виноваты в конкретном строении. Дамба текла три дня. Люди звонили в администрацию, предупреждали. У нас стоят дома, там число дом напором, понимаете? Никто их не слышал. Это вина власти. Имеются нарушения в объемах строительства, в объемах работ. То есть, говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены. По факту объемов не было. И вот, кое-как построенное в 2014 году сооружение развалилось. Как это они еще о причастности Украины ничего не сказали? Ведь в России сейчас мейнстрим. Во всем находить украинский след. И визитки Ярыша. А Станкинская фауна вот уже вторую неделю не меняет пластинку. И все вбивает в головы доверчивых зрителей. Бред о том, что кураторы игиловцев, совершивших теракт в Крокусе, сидят в Киеве. Эти ублюдки, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое программирование. И, возможно, еще, это тоже покажет экспертизу, может быть, и чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиологии позволяют управлять человеком. Вот эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей. А тут наоборот. Спустя две недели после задержания даже показали интервью с обвиняемыми в теракте. Те, как оказалось, ехали в Киев за миллионом рублей. Какие были у вашей группы планы после теракта? Старую Киев. Мы ехали на Украину-Киев. Поехал в Киев. Где-то должен был ждать деньги по 1 миллион рублей. Судя по всему, две недели были потрачены на заучивание текста. Но даже в этом, казалось бы, задании учитель из ФСБ умудрился напортачить. Во-первых, один из обвиняемых при поимке не говорил на русском и общался с помощью переводчика. А тут вдруг чудо! Защебетал. С кем он жил в Киеве? Как из Украины? Все, мы с ним. С Мухаммадом. С Мухаммадом. У меня там. Все. С Мухаммадом. Старую Киев. Вам тут дало указание. Сайфер. Во-вторых, товарищ майор настолько обленился, что в доказательство существования украинского куратора просто скачал стоковые фотки по запросу ВСУ на телефон Стрелков. И в-третьих, на этих кадрах четко прослеживается чтение суфлера. И вот в это хотят заставить поверить россиян, которых власти, судя по всему, считают полными дураками. Правда, эта тема за пределами телестудий особо и не взлетела. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы. Давайте проверим. Пока.